Что такое вообще гражданская оборона? Гражданская оборона предназначена для осуществления комплексов мероприятий, проводимых в мирное и военное время по защите населения территорий от современных средств поражения, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. То есть одним словом можно сказать, также для обеспечения безопасности всего населения, в том числе и его территории, где они находятся. Государственный контроль проводится в соответствии с установленными проверочными листами, которые предназначены как отдельно для местных исполнительных органов, для организации, отнесенных к категории по гражданской обороне, а также организациям, имеющим места массового отдыха в купальном периоде. Значит так, я хочу остановиться именно по воле подробно, так как здесь присутствуют только организации, именно по проверочным листам в области гражданской обороны, касательно организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне. Какие организации подвергаются к проверке? Это те организации, которые будут функционировать в особый период. То есть их самая основная цель является производить продукцию в установленные сроки и объеме, а также по намекатуре, то есть для обеспечения, для жизни обеспечения населения и территории в особый период. То есть если, так сказать, функционируют системы, допустим, газоэнергостомшения, а также других производств, которые должны будут работать именно в рамках обеспечения защиты населения, а также обороноспособности в целом страны. Что касается проверочного листа, проверочный лист в отношении организации состоит из 17 полноценных пунктов. Эти пункты можно подразделить на три, условно, на три основных блока. Первый блок это является планирование мероприятий гражданской обороны. Второй блок можно отнести к созданию сил. И третий блок, я считаю, это самый основной блоком, подготовка населения. Если более подробно остановиться по планированию, планирование является основным видом деятельности мероприятия для осуществления гражданской обороны. В планирование, с чего включает себя планирование? В планирование включает какие мероприятия, в какие сроки, кем будет выполняться полный объем, спектр мероприятий, направленный на защиту, если это организация своего персонала, а также функционирование основных главных элементов оборудования, уникального оборудования организации. Это называется повышение устойчивости функционирования. То есть, как это будет осуществляться, какие мероприятия должны проводиться, в каких условиях, в каких периодах времени, года, в каких обстановках и все остальное, это должно будет излагаться в соответствующих планах. Второй блок это по созданию сил. Самое главное в выполнении мероприятий по гражданской обороне, защите населения, объектов, его персонала является создание сил. Все эти мероприятия будут выполняться только своими вашими силами, которые будут функционировать в особый период, либо военное время. То есть, для этого необходимо создать соответствующие силы. Силы бывают различного типа, по различному функционалу. То есть, возможно, создание сил медицинских формирований, инженерных, радиационно-химических и других. Все эти нормативы и виды определены соответствующим приказом министра номер 387 от 2004 года. И что касается по третьему блоку, третий блок это у нас обучение. Обучение является основ из основ, самым главным аспектом, потому что каждый человек, каждая личность должна знать, что и как все это дело проводить. В этих целях департаментом проводится на постоянной основе, соответствующим с утвержденным планом Акима области обучения. Обучение проводится на бесплатной основе с соответствующей категорией лиц. Эта категория определяется, опять же, с установленными приказами выстоящего госоргана, то есть министерством, которые, в свою очередь, утверждаются на территориях, то есть на областях, соответствующими Акимами области. Аким области, в соответствии с законом о гражданской защите, в статье 19, является начальником гражданской обороны области. И все выполнение всех этих мероприятий непосредственно возлагается на него.